Если у вас много сныти, то вы вполне можете попытаться подвинуть все хорошие читовые. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы находимся на площадке садового центра Европлант и снимаем ролик про папоротники. У нас в гостях ландшафтный дизайнер и дендролог Виктор Тропченко со своей коллекцией папоротников, которые поступили к нам буквально сегодня в продажу. И мы хотим рассказать вам про них. Рассказать, как их сажать, как за ними ухаживать, с какими растениями они сочетаются. Ну и еще у меня довольно много вопросов. Я думаю, мы начнем. Добрый день. Да, здравствуй, Витя. Вот честно скажу, у меня в саду папоротников нет. Почему? Вот вообще ни одного, не знаю, как-то так не получилось. Не доживился на сеявшийся. Ты знаешь, да, ну вот на сеявшийся есть орляк. Я с ним как-то долго... Он приполз, да, потому что это длинный корневищный папоротник. Долго боролся, вроде он красивый, но он агрессор, он захватывает пространство, затеняет практически все, что растет под ним. И ну вот как-то любви к папоротникам у меня не возникло. Ну вот такие вот экзотические виды я вообще вижу впервые. Они не экзотические, здесь все кроме двух видов, это виды, сорта видов и виды наших лодок. То есть это можно обнаружить буквально у нас в лесу? Ну не совсем такое, да, более природное, более соответствующее описание вида, это сорта. Они отбираются, отбираются в течение уже столетий. Их можно размножать спорами, они в значительной степени передают декоративные признаки всего биологии папоротников, группы растений. Я думаю, что можно их разделить на две большие группы с точки зрения, наверное, внешнего вида и с точки зрения поведения в саду, даже больше, чем на саду. Ну вот допустим, есть папоротники, у которых зимуют листья, как правило, после первых заморозков они ложатся на землю, но сохраняются зелеными до весны. Весной они выходят от снега зелеными. Это щитовник, щитовник мужской, щитовник родственной и их сорта, если говорить о видах наших лодок. Вторая группа – это папоротники, у которых листья вначале приобретают осеннюю окраску, потом после первых заморозков становятся коричневыми и растения уходят в зиму, как типичное листопадное растение. Это кочедыжник женский, если говорить о видах нашей флоры. Кочедыжник непонский, который широко используется в культуре еще в целой серии. Мне кажется, что вот здесь представлены сорта кочедыжника женского. Именно три сорта. Один из них – это сорт фризелла с очень изящными ваями. Листья и папоротки, так называются ваймы, в силу их биологии. Ну, это же древнее реликвовое растение. Спаранутсящий орган. Поэтому, говоря осенью, вы будете видеть спаранги, собранные в соус. То есть круглые, вытянутые, самая разная форма – это тоже признак вида. Они бывают разных видов разных. Но, где вы до этого не относитесь. Второй сорт – это родстиль Грандицепс. У него, в принципе, довольно нежные ваи. И на конце они вот такой гребень образуют. Это один из довольно распространенных литеративных форм вай-папортиков, когда они образуют гребень. Третий сорт кочедыжника женского – это Виктория. У него вот такие направленные в обратную сторону ваи, сегменты ваи, тоже в итоге имеющие крестатную форму. Ну, то есть на конце. Вот. Далее здесь два сорта кочедыжника японского. Так называемый расписной папоротник. Они достаточно похожи. Вот с сортами кочедыжника японского вообще очень интересная история. Они вроде бы все немножко разные. Но когда просто смотришь на сами растения разных сортов в природе, они, вариабельность каждого из них больше, чем на самом деле вариабельность разных сортов. То есть в зависимости от того, как они растут, где они растут, они могут приобретать более или менее насыщенную окраску. От чисто серебряной, вот как здесь, серебристая окраска листа, иногда бывают очень ярко выраженные черешки малинового-бордового цвета, иногда центральная полоса на вае такая ярко выраженная. У этого папоротника тоже листья, у кчедыжников у всех листья на зиму. После мороза они утрачиваются декоративностью. После октября его уже практически нет до весны. Надо сказать, что кчедыжник японский, он достаточно медленно развивается, и декоративность, в принципе, сейчас он только приобретает свою. То есть он не очень торопливый. Улитки их едят, да, но не все виды есть улитки. Некоторые больше, некоторые меньше. Ну вот скажи мне, у нас сейчас здесь вот такие небольшие деленочки, я так понимаю, что это не тот размер, который будет в итоге. То есть они вообще будут все больше. Да, сорта кчедыжника. Ну вот кчедыжник женский фризел, он, в принципе, вот, наверное, почти его нормальный размер. Для этого сорт очень... У этого сорта есть интересная особенность. Он может образовывать вае с нормальными сегментами, с нормальными деталями. То есть он будет вылить, и часть вае будет вылить именно так, часть вае будет вылить, и обычный вае кочедыжника женского. Это особенность этого сорта. И растение может увеличивать количество таких вае или обычных вае. Это его не является каким-то дефектом. Ну, высота 40-50, вот этого сантиметра в 30, я думаю, максимум. Другие сорта 40-50, может быть, 70-80, даже совсем большие места. То есть это, ну вот, не те виды тропических папоротников, которые в человеческий рост просто... Я видел у нас в природе действительно очень крупные экземпляры многорядника и щитовника. Я не помню просто, что это было давно, он был на сантиметрах 170 высотой. Но это уникальный экземпляр. 100-120, да, это реально 100 сантиметров, это очень реальная высота. То есть длина вае, длина вае будет больше, поскольку это воронка. Вот, что еще можно сказать? Обычно выращивают страусники, которые отличаются ползучим корневищем, поэтому они распространены, и поэтому они рано или поздно начинают сорничать. А здесь папоротники, которые образуют картину, то есть это никогда не расползется на расстоянии. Метриум не возникнет никогда. Ну, то есть это уже оккультуренное такое растение. Нет, это не оккультуренное, это особенности видов. То есть это виды, которые образуют куст. Вот поэтому мы их в лесу и не встречаем, потому что они не завоевывают большие пространства. В лесу это обычные виды кочетыжник женский, щитовник мужской, щитовник родственный. Это обычные виды нашей флоры, именно в лесах они не растут. Он растет, соответственно, но они встречаются достаточно. Ну, возможно, теперь я буду обращать на это внимание, возможно, я их просто не замечал, потому что в силу своего роста, да, я видел свою папоротник, думал, что это маленький страусник. А страусник, скорее, скорее, реже встречаются. Даже так? Да, но они похожи, они реально похожи на самом деле все. Отличаются, они, может быть, четкостью. Если мы говорим о видах, они довольно близки, то есть кочетичник женский, он более нежный, почему его назвали женским папоротником. У него листья, соответственно, сначала очень желтеют, потом отмирают. А щитовник мужской, он более плотный лист, он зимующий, он переносит замороз. После заморозоков он ложится и лежит до весна. Это можно видеть. А сорта отличаются по степени разрезности вай, то есть насколько они тонкий рисунок дают, отличаются по наличию вот этих вот пристатных форм, то есть грибни, наверное, это слово можно использовать на окончании вай. И да, да. Рожки такие на конце. И вот, например, это щитовник мужской линеарис полидации, он достаточно тонкий и прозрачный. Когда взрослый папоротник, он почти такой воздушный, и его даже особо не видно, что он создает массу. Ну, вот ведь скажи по уходу. Я так понимаю, поскольку растения все лесные, наверное, они любят кислую почву, они любят затенение. То есть это можно сказать, что не просто теневыносливые растения, а действительно тенелюбивые. Они любят влагу, это первое. Для них критично достаточно увлажнение. То есть это не растение песков, не растение сухих лет, однозначно. Это растение, которое вполне себе переносит и полдня солнца, и с ним хватает влаги, и нету каких-то поверхностей, которые сильно нагреваются. Хотя у меня был личный опыт, когда я посадил сорт щитового коровственного креста, который закинул, к сожалению, здесь его нет. С одной стороны там был газон, с другой стороны там был дом. И ощущение перед ним, и это прекрасно растет на полном солнце, которое начинается где-то с полудня и до вечера, и он даже почти не пострадал, даже в жаркие самые питерские дни, когда тут было больше 30 градусов тепла. Ну, конечно, не требуется уход, просто, как и зацена. То есть это просто поливали, как полив газона, да. Ну, то есть в принципе они могут переносить, счетовники могут переносить полное солнце. Другое дело, что смысл сажать попорки на солнце, ну, да, для солнца есть куча других растений. Конечно, все эти цветолюбивых растений-то гораздо больше, а вот именно теневые уголки украсят. Да, но в теневых уголках они прекрасно растут, причем они могут растянуть и видеть в каких условиях они растут, где вообще они не получают солнце, там нависают кроны деревьев и кустарников, и это все развивается. Конечно, если они получают нескольких часов солнца в день, 4, 6, 3, 2, ну, какое-то количество, внутреннего или вечернего, они чувствуют себя лучше. Лучше они себя чувствуют, когда находятся в окружении других растений, когда будет более высокая влажность. Вот здесь они сейчас стояли на солнце, я вижу, что внутрь стал гнучек. Ну, вот скажи, вот сочетание как раз с другими растениями. Нас интересует не только то, чтобы им было хорошо, но и чтобы это было и декоративно, и с ландшафтной точки зрения создать какую-то правильную гармоничную композицию, потому что не сразу очевидно, с чем рядом можно это посадить. Классическое самое такое банальное сочетание папоротники и хвосты на контрасте листьев. Специальный листья хвост и ажурные листья папоротников. Можно брать какие-нибудь другие растения, типа брунеры, медуницы, подофилумов. Можно сажать рядом с горянками, особенно неагрессивными видами. Можно сажать рядом с любыми растениями, которые могут расти в тени, которые подходят к условиям. То есть каких-то таких ограничений особенных нет. Чем они хороши? Поскольку их не надо, не обязательно сажать. Можно сажать массивом. Никто не запрещает. Потому что если вы посадите в массив, то это будет тоже очень эффектно выглядеть. И этот массив, опять же, в отличие от массива староосников, будет довольно плотный, поскольку растения не корневищные и не дают разину непонятную идею. То есть вы можете предсказывать развитие этого уголка вашего сада на годы вперед. Они могут жить очень долго, 10-летие. 40 лет, я думаю, 50-летие. Это вполне реально. На горянниках достаточно реально. Ну вот скажи о размножении у плопотников. Мы знаем, что они размножаются спорами. Ты говоришь, что они еще и как бы в принципе расползаются. Куртинку можно делить. Можно делить. Просто они после этого довольно долго будут болеть. Деленки будут неравномерные. И какое-то время будет затрачено на то, чтобы они снова набрали объем. Ну конечно можно, но эта кустина должна пожить на одном месте, там 5-10 лет. Потому что они приличны. По моему опыту они какой-то свой объем, депротивность, они набирают 3 года, только начинаются. То есть вот это вот сейчас считайте. Ну двухлетки, наверное, на этот момент споры до этого года. В прошлом году это были весной маленькие растения в кассетах, потом они жили в девятых сантиметровых горшках в 109 декабря. В декабре они были пересажены в двухлитровые горшки, теперь они только охватили и охватывают ком. Еще пока не очень большой. Скажи, размножаться спорами они будут? Спор, скорее всего, пока не будет. То есть споры еще тоже по определенному возрасту появляются. Это не каждый год. Да, я наблюдаю, что далеко они могут появляться каждый год. Нарастение должно стать взрослым. Частью видов, что происходит раньше, а частью видов, что происходит позже. Соответственно, надо смотреть, как это будет развиваться. Но это, я думаю, что вряд ли в ближайший год. Я думаю, что через год. В этом году вряд ли я думаю, что следующий год. Да, скорее всего, через год уже можно ожидать. На споры сеть, да, и все стерильные тренера. Сберется лист, папоротник, кладется в пакет с бумагой. Когда уже споры, я боюсь, грелый, но еще не высыхает там. Споры осыпаются. Они очень летучие, они очень маленькие. Поэтому, когда вы все эти, ну, надо понимать, чтобы у вас не было пересорта, то лучше это делать помещение хорошо проветриваемого. Ну, вот я думаю, что вряд ли кто-то за это возьмется всерьез. Ну, сеть споры, папоротник, на мой взгляд, не сложнее. Нужно никакая стрессификация. Там нужен субстрат, стерильная влажность и закрытие в крышке. То есть, стерилизовался субстрат, ну, вот он же способный субстрат или только по грудь. И просто поставить вместо с неярким светом, чтобы не попадало солнце, и забыть на пару месяцев с гигнетичным крышкой. Тогда они образуют сначала такой зеленый налет, потом на этом налете будет формироваться наростки, метафиты. Потом через некоторое время там начнут выявляться маленькие растения, совсем маленькие растения. Тогда это, ну, можно просто пересадить. То есть, на мой взгляд, какие-то орхидеи сеять куда-то намного более сложно. Но сеять орхидеи я не предлагаю. Зеленые растения, требующие стратификации, тоже непростая задача. Здесь стратификации не требуются, но можно сеять в медикаме. Скажу, ну, вот в быту можно назвать их малоуходными растениями? Мне кажется, они вообще безуходные. Вообще безуходные. Прекрасно. Ну, можно, например, старые листья, осень, сной. Хотя, вот, щитовники, например, их кладут на землю, и там или поздно там образуется свой старых листьев. Но если вы хотите, чтобы оно было более-менее чисто и аккуратно, то можно там делать. Сорняки их забивают, ну, если бить, и даже снять осень, потому что большая часть из них лучше. Ну, вот кроме кармиковых сортов, вот типа щитовника родственного Криспа Конгеста, который просто компактный, он, в принципе, 20 сантиметров высотой, конечно, снять его забьет и любой другой тревянистый многолетник тоже. А щитовник мужской Борнези, например, крупный папоротник, достигающий высотой, полуметра как минимум, может, там особо не забьешь. А доль 80-100 сантиметров. В Борнези какие-то вот крестатозекинк по описаниям достигает 120, но вот по моим наблюдениям, мы помним, все-таки около сотен. Метры там было. То есть удобрять их, соответственно, тоже ничем не надо? Нет, это не надо. Ну, если сделать нормальный грунт, если это нормальная почва, а если это лесной участок, где падает хвоя и листва, которые не убираются, а постепенно принадевают, то им больше ничего не надо. Ну, конечно, всегда можно насыпать удобрение, чтобы они выдали побеги в полтора раза больше, но смысла я в этом особого не вижу. То есть в принципе они благодарны отреагируют? Я просто не вижу смысла, потому что, ну, чтобы получить вае в два раза больше, и растение будет стареть в два раза быстрее. Просто чем больше вы разгоняете растение удобрениями, этим оно быстрее проходит свой жизненный цифр. Я не думаю, что, конечно, в жизни на цифре сократится. В цифре сомневаюсь, но смысл его создать партнерского периода, все равно не получится. Все равно эти попрыгники не будут уйти размер. А папоротник, субтропика, не вырастут ствол, не будут дексольные улезы и прочее. Ну, немножко жаль, конечно, что они не вырастут такими большими. Ну, как бы, да, но почему нет? Они будут маленькими, они будут расти. Ну, все-таки такая коллекционная штучка. Ну, почему коллекционная? Это декоративная штучка. Ну, смотри, их очень много различных таксонов, сортов, видов, и действительно это можно создать небольшую коллекцию. Можно, можно, очень много сортов здесь сейчас получается, 12 сортов и видов от... То есть уже конкретно, приехав в Европлант, можно уже маленькую коллекцию из 12 различных экземпляров. Ну, здесь они отличаются по степени разрезанности листа, по нежности фактуры листа, по окраске, соответственно, вот эти вот сорта ученичника-няпонского отличаются серебристым цветом. Да, вот это вот прям самые декоративные, мне кажется. Они похожи, понимаешь, они действительно очень немножко странные. Они, вот сколько я не смотрел их живую на фотографиях, они выдают окраску, как хотят. Смотришь описание сорта, вроде бы приличным питомникам, смотришь фотографии и понимаешь, что они все приблизительно выдают серебро и красный цвет в разных пропорциях. Все. И как понять, это зависит больше от их настроения. Действительно, я действительно. То есть вот их очень много сортов, порядка 50-45, или даже, наверное, около 10 сортов ученичника-няпонского. И все они, честно говоря, перекликаются друг с другом. Вот, знаешь, приблизительно сейчас у нас существует десятки одинаковых приблизительных дартензий. Не, например, такая же, а с остами какая история? Да. Там вообще просто безумное количество сортов. У меня есть ощущение, что сорта качадыжника-няпонского, а вот самые старые классические пиктумы-металликум, кое-где это идет как синоним металликум-металликум-пиктум, двумя словами, металликум и пиктум-синоним, то есть металлический, расписной, либо они идут отдельно. И, видимо, это все-таки связано с размножением, в том числе и с форами, потому что я не слышал о том, что черенками не размножаются, а размножаются спорами. В общем, я думаю, что на этом мы закончим ролик. Я надеюсь, что наши зрители пришлют нам различные вопросы, которые у них возникли относительно папоротников. Информации в интернете очень мало о них. В продаже тоже, в ведомниках, в садовых центрах я вижу их довольно редко и в очень ограниченном количестве. Не так давно вышла книга Юрия Борисовича Марковского про папоротники уже посмертно. И вот там, я думаю, что много интересного нужно. Ну, я надеюсь, что наши любители Ютьюба предпочтут, чтобы ты им все рассказал. Возможно, мы снимем какое-то продолжение. Да, с удовольствием. А сейчас приглашаю всех в садовый центр Европлант приобрести замечательные папоротники, познакомиться с этой культурой, посадить у себя в саду и любоваться ими. С вами был канал Европлант Лайф. Виктор Тропченко, ландшафтный дизайнер и дендролог. И я, ведущий, Андрей Смирнов. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok